всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 30 января вот у этих посевов 7 день после посевов я вчера ошиблась сказала 6 день после всходов нет после посевов и сейчас я хочу поговорить на очень важную тему почему нельзя сеять разные сорта в одну тару но выражение нельзя тут не применимо я вообще не люблю говорить что этого делать нельзя скажем помягче почему не рекомендуют специалисты вот сегодня как раз читала комментарии и уже некоторые люди вот именно наташа соколова написала что-то не все взошли да нет зайдут то они все вот в том то и проблема что у разных сортов у разных семян у разных у разного размера семян разный срок всхожести те которые как вы считаете не взошли они видите они только вот они петельки только просыпаются какой-то сорт выскочил на третий день но вы не забывайте что я сразу при посеве сказала что я им даю 7 10 дней для всхожести но на всхожесть эти 10 дней еще не прошли и будьте уверены через 10 дней вылезут все вот последние видите вот последние вылазит они вылезут все просто в разные сроки вот теперь поговорим что за причины по каким причинам нам специалисты не рекомендуют высевать разные сорта в одну тару я сразу скажу что я делаю так всегда я делаю вынужденно потому что у меня 300 сортов и вы понимаете что каждый сорт я сею в небольшом количестве и невозможно отдельно 300 плошек 300 лоточков делать чтобы каждый сорт был индивидуален если у вас например всего 5 или 6 сортов или даже 10 то лучше конечно сеять каждый сорт отдельно потому что все они индивидуальны какие лучше не сеять вместе сразу скажу что самое страшное это когда детерминатные особенно штамповые мы высеваем вместе с эндотерминатными именно поэтому помните в самом начале я сказала что я посеяла специально вот тут у меня настенька и ботяня они совершенно разные это детерминатный а это эндотерминатный и видите что происходит сразу на первом этапе до терминашка вот она маленькая крошка а ботяня уже вырвался вперед и в два раза больше ясно что он может вырасти быстрее у него характеристики такие он не может быть коротышкой он сейчас начнет очень быстро разрастаться и вот эти эндотерминатные рядом с маленькими могут малышей вот сейчас начнут раскрываться листики он может их закрыть конечно он выше у него листья распустятся это пока коротыш будет расти он может его забить и потом детерминатные сорта можно дольше вот эти толстоногие держать в рассаде и я их пикирую всегда позже а вот этот эндотерминатный его нужно будет в более ранний срок я вынуждена буду пикировать потому что он будет высокий его надо заглублять как-то останавливать в росте ну короче всем понятно что или детерминатный а еще хуже штамбовый если рядом с вот с таким с высокорослом они совсем не товарищи и они неравномерно растут это будет потом очень неудобно потом не рекомендуют лучше даже так не делать не рекомендуют лучше не сеять вместе свежие семена и семена старые есть у нас трехлетние пятилетние семилетние даже можно сеять десятилетние ясно что у них срок схожести будет разный вот эти вот свежие прошлогодние видите они выскочили на третий день а старые семена могут выйти на десятый день короче когда старые семена проклюнутся и взойдут то свежие семена уже будут с настоящими листьями разница будет оглушительная но вообще очень большая разница потом не рекомендуют высевать вместе домашние семена рядом с магазинными потому что мы все знаем что магазинные семена бывают очень сильно пересушены это не влияет на их качество они все равно потом зайдут пересушивают только для того чтобы они подольше хранились чтобы они не заплесневели потому что влага для семян тоже она губительная сухие семена они лучше хранятся дольше сохраняют свое качество но они очень долго сходят и если магазинные семена вот как я сухими сею посеять сухие магазинные семена и свои семена домашние домашние взойдут быстрее потому что домашние семена мы в специальных установках не пересушиваем не засушиваем потом какие еще нельзя сеять вместе но не то что нельзя не рекомендуется конечно просроченные просроченные семена с нормальными семенами с хорошим сроком годности свежие короче не просроченные сеять не нужно но это то же самое что и старые домашние семена они входить будут очень медленно долго и у них возможно процент всхожести маленький они могут зайти редко а могут вообще не взойти все что я сказала касается и семян томатов и семян перцев и семян баклажанов перед тем как посеять подумайте посмотрите подходят ли они друг другу эти семена нет ли рядом свежих и старых например высоких и низких и лучше разделять и вот про разные сроки всхожести даже у одного вида о детерминатных и у толстоногих вот этот срок будет от посева до всхода у всех разный вы знаете есть семена туго думы есть даже не знаешь почему он долго сидит вот я же высевала здесь все детерминатные сорта и вот некоторые только только пробиваются видите вот этот ряд он все равно всходит но вот про него даже некоторые люди думали что он не будет всходить вот они петельки вылазит все они всходят просто разное время им нужно для того чтобы наклюнуться возможно были суховатые пересушенные возможно еще что-то им понадобилось больший срок так еще если всхожесть неравномерное вот почему нас предохраняют от этого предостерегают что не рекомендуют сеять чем это нам грозит но я уже в начале сказала что если высокие низкие они их могут забить они распустят сейчас свои листики и этим будут мешать будут свет вот от лампы загораживать это первое во вторых разные сроки пикировки если эти я пикирую намного позже вот малыши они же долго они в рассаде не вытягиваются они стоят как куклята никому не мешают они даже если выпустят свои листики у них листики как-то поскромнее они толстые такие как дубочки ну короче я их пикирую намного позже эти нужно пикировать раньше видите у них начинается уже сразу вытягиваем вот у них уже первый настоящий листик показался как только появится один настоящий лист я их пикирую но почему я посадила вместе и не боюсь что они вот помешают забьют просто потому что я уже умею ими обращаться с ними обращаться я вот если один какой-то ряд выбился и он другим будет мешать я вижу что его уже нужно пикировать и что как как сделать лоток то общий я делаю просто я в прошлом году показывала я вырезаю как кусок торта смачиваю грунт возьму подождите лопаточку чтобы показать ножом вот так вот прям до самого дна прорезаю этот кусочек и как торт и вот так разрезаю на несколько часов от частей и как тортик я их удаляю вместе с землей вот с этим земляным комом все а эту борозду которая останется канава до самого дна я ее заполняю новым грунтом разравниваю все и тем самым я даю вот этим томатиком возможность порасти в этом лотке повыращиваться подольше тут будет свободное место они расправятся в прошлом году я делала так даже не потому что были один был сорт индетерминантный а просто потому что не успевала пикировать и вот все были они одинакового ну с одинаковыми характеристиками я просто через один ряд вот так вот вырезала как торт который покрупнее вот например один ряд вырезаю 2 оставляю этот вырезаю этот оставляю вот эти траншеи засыпала новым плодородным грунтом и тем самым я позволила себе растянуть вот эту вот пикировку процесс пикировки на более длительный период этим уже никто не мешал сеянцам которые остались а те которые были покрупнее и которым требовалась пикировка я их распикировала но это я делала потому что у меня было огромное количество вам говорила по 10 по 20 тысяч вот таких вот сеянцев я выращивала и каждую надо было распикировать вы понимаете что сею то я их все в один день а распикировать в один день я уже не успеваю физически помогать мне никто не помогает я одна все это делаю поэтому вот приходится идти на такие ухищрения и вырезать кусочками и всяко разда но эта тема для тех кто не знает о том что лучше не сеять разные сорта разные разные свежести старости семена разные характеристики если у вас посев небольшой можно брать вот берут посевные вот из под пирожное из под различных там полу фабрикатов но высевают каждый сорт отдельно но опять же если вы хотите сеять их вместе можно посеять и вместе просто вы должны знать что вас ожидает при общем посеве вот в этой коммунальным в коммунальном в этом лотке знать что они не всегда совместимы и вы должны уже заранее знать что вы будете делать в том случае если вам нужно будет один сорт эвакуировать на распикировку раньше других все я вам рассказала вот все свои что я делаю что вы можете предпринять потому что я понимаю что не у всех места под солнцем много сейчас и перцы и томаты и все вчера посеяла я еще одну партию томатов для раннего урожая и одну партию томатов высокорослых крупноплодных я сейчас подойду к этим лоткам не было возможности снимать во время посева потому что если я начинаю снимать у меня растягивается на целый день это процедура вы понимаете что очень сложно и все эти снимать я просто подойду и расскажу все какие томаты для каких целей я посеяла именно почему так рано почему эти сорта назову все сорта вот то что вы от меня ждете и сейчас сразу после этого я расскажу как узнать не пора ли поливать наши томатики у меня у самой я сама уже сдерживаюсь с трудом я когда вот прорыхлила видите земля моментально сразу подсохла и создается впечатление вот вам наверное тоже может показаться что грунта в лотке суховатый пора бы полить держу себя в руках уже как из последних сил всю свою силу воли собрала знаю что поливать еще рано даже вот прошла целая неделя без полива я все равно не буду поливать и покажу вам вот методом вот этого вот раскопок как я определяю что поливать еще пока не нужно все до свидания с вами ольга чернова и мои малыши